Всем привет! Вещает Геймпилот, это шоу Angry Games, а у микрофона я, Амортис. И я... нет, не алкоголик. Всё гораздо хуже. Я обзорчик мобильных игр. Поехали! Сегодня у нас довольно странный гость, дать какое-то точное определение которому я пока затрудняюсь. Возможно, к концу обзора мы с тобой определимся, а пока встречаем. Игра Ковински. И она какая-то странная, но бесспорно стильная. Вообще-то, по большому счёту, эта игра это такая большая реклама музыкального альбома, некоего француза с польской фамилией. Его зовут, как ты, наверное, уже догадался, Ковински. И он пишет музыку с закосом под лихие 80-е голливудского кино. Но поскольку господин Ковински мне за рекламу не платил, сегодня речь пойдёт не о музыке, а всё же об игре. И снова, снова, господа разработчики забыли про сюжет. Ну или забили. Меня в последнее время немного печалит поголовное отсутствие сюжета в мобильных играх. Кто-то скажет, что все они всего лишь таймкиллеры. Я же отвечу, что и в убивалку времени можно вложить хотя бы какой-то смысл. Но увы, раз за разом разрабы просто делают движок, а потом привязывают к нему первое, что приходит в голову. В случае с Ковински мы и вовсе видим эксперимент. Тут тебе и аркады, и гонка, и файтинг в дополненной реальности. Но, несмотря на моё ворчание, всё это довольно круто. Давай посмотрим. Первый, если так можно выразиться, тип игры представляет из себя... Если ты играл в черепашек-ниндзя на Денде, то вот это примерно то же самое. Ковинский, кстати, это реально он, зацени фотку, ходит по улицам и бьёт прохожих. Впрочем, бьёт за дело, ибо все, кто встречается ему на пути, и сами не прочь помять протагонисту лицо. Бегаем мы джойстиком, который слева, а бьём кнопками, которые справа. Ударов всего два, рукой и ногой. Правда, поизбивая чуваков и начитавшись эротических журналов, разбросанных по уровню, можно впасть в дикий угар и провести комбо из множества быстрых ударов. Но если здоровья осталось мало, значит пришло время пошариться по мусоркам. В них спрятаны пачки сигарет и аптечки, ведь курение вещь полезная. В конце же уровня тебя ждёт охрененно огромный панк. То ли он взбешён недавней смертью горшка, то ли просто упорот, но и с ним мирно поболтать не получится. Играл в Шенка, ну, платформер про мужика с мачете. Так вот, здешний босс мне очень сильно напомнил тамошних боссов. Большой, накачанный, да ещё и с топорами. Короче говоря, пытаемся не сдохнуть и потихоньку ковыряем большого дядю в живот. Ну, потому что дороже достать сложновато. Потом идёт дополненная реальность. Честно говоря, я себе плохо представляю, зачем это сделано. Но, видимо, просто разрабам хотелось потестить, как это будет работать. Наводишь камеры своего телефона на какую-нибудь поверхность и начинается замес. На поверхности стоит тачка Ковинский, рядом он сам, а на тачку покушается всякий сброд. Возможно, ребята из СтопХама, а возможно, обычная гопота. Ковинский как-то пофиг, кто есть кто, и он бьёт всех, кто окажется рядом, защищая свою тачку. Кстати, уровень можно и скипнуть. Ну, а потом игра и вовсе превращается в гонку, где нужно уезжать от погони, следуя от чекпоинта к чекпоинту. Запас времени, который даётся на проезд из точки А в точку Б, ограничен. И лишь пачки сигарет могут исправить ситуацию. Так что рулишь, гонишь, таранишь копов, которые перегораживают проезд, и наслаждаешься скоростью. Это были основные режимы игры, а посему, давай подводить итоги. Начнём с минусов. Во-первых, клёвая и оригинальная атмосфера безумных 80-х всё-таки немного подпорчена отсутствием сюжета. Во-вторых, управление. Ещё когда на мобилке портировали GTA Vice City, я заметил эту проблему. Джойстик джойстиком, но в рукопашном бою сложновато прицелиться, и половина ударов уходит куда-то в воздух. Впрочем, у меня руки растут из жопы, так что, может быть, такой проблемы вовсе не существует. Теперь плюсы. Игра крутая. Крутая такой олдскульной крутостью, как Жан-Клот Ван Дам и прочие ребята, которые били морды всем подряд на экране телевизора, когда я был чуть меньше. Так что, в общем, несмотря на ощутимые минусы, впечатления остались приятные. Так что советую. На сегодня это всё. Оценивай, комментируй, зови друзей. С тобой были Николай Подгурский и Фёдор Амортис. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»